Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать 10 урок, который называется Последняя ложь сатаны. Правда, я бы переименовал этот урок в предпоследнюю ложь сатаны, потому что, наверное, последняя ложь сатаны будет связана с тем, что он будет обольщать людей, броситься в последнюю атаку на Новый Иерусалим. Вот там будет последнее обольщение дьявола. Ну а то, что будет происходить в этом мире перед самым вторым пришествием Христа, это предпоследняя ложь. Это ложь о том, что Бог отменяет свои законы или что Божьи законы можно каким-то образом нарушать. Это ложь связана с тем, чтобы поклоняться чему-то или кому-то помимо Бога. И это ложь, которая в последнее время вовлечет фактически весь религиозный мир в прямое противостояние Богу в лице Его народа. Сегодня тема наша называется «Путь, который кажется прямым в глазах человека». Говоря о последних днях, Иисус предупредил, «Ибо восстанут уже Христы и уже Пророки и дадут знамение и чудеса, чтобы пристить, если возможно, и избранных». Кто такие избранные? В Евангелии от Матфея 24.31 написано «И пошлет ангелов своих с трубой громогласно и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». То есть речь идет о верных детях Божьих избранных, избранных Богом для Царства Небесного. И обольщение последнего времени будет настолько сильным, что будет увлекать даже некоторых из этих избранных. Такова будет цель дьявола, чтобы соблазнить не тех, кто уже в его власти, но тех, кто стараются соблюдать заповеди Божии и хранить верность Господу. В Откровении 12.9 написано, что «Незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Это выражение очень интересно «обольщающий всю вселенную». Деятельность дьявола распространяется на всю вселенную, на все творение Божие. Его цель – это соблазнить всех по возможности повлиять на жизнь и судьбу всех существ во вселенной. Ну и, конечно же, что касается нашей земли, то, конечно, для дьявола нет никаких ограничений. Он старается распространить свое влияние на всех живущих на земле. В притчах 14.12 написано, что «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И именно на это делает ставку сатана в последнее время. На то, чтобы человек логическим путем постарался, попытался как-то объяснить свои религиозные догматы, принципы, то, чего придерживается человек, основывать не на Слове Божьем, но основывать на каких-то аргументах, на логике, на здравом смысле. И в этом плане, конечно, дьявол преуспел с самого начала, когда он соблазнил Еву, а затем Адама, и он делал упор на логику. Но в последнее время этот подход дьявола будет достигать небывалых масштабов и размеров. И сегодня, когда мы сталкиваемся с различными религиозными концепциями, то мы слышим довольно разумные, казалось бы, довольно такие аргументированные доводы. И при этом эти доводы противоречат простым прямым Словам Божьим. Более подробно мы будем и более детально, конкретно будем говорить об этом завтра и послезавтра, рассматривать будем конкретные примеры этих заблуждений, которые вроде бы обоснованы логически, но на самом деле вступают в прямое противоречие со Словом Божьим. Поэтому нам очень важно погружаться в Слово Божье, исследовать Священное Писание, для того, чтобы понимать истину таковой, какова она есть именно там, в Священном Писании, в Библии. Но при этом, друзья, есть одна особенность, есть один недостаток, может быть, вот такого подхода, когда человек полагается на свой разум, полагается на свою способность постигать Слово Божье, он может впасть в заблуждение. И это очень непростой вопрос. Вот в книге пророка Иеремия 17.9 написано, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто знает его?» Говоря о сердце человеческом, мы знаем, что в Библии под сердцем понимается разум человека. И вот человеческий разум лукав. Но как же тогда нам постигать истину, на что же нам полагаться, если не на разум свой? Да, написано «Не полагайся на разум свой, верь Господу». Но при этом, даже когда мы открываем Слово Божие, мы применяем силу и способность нашего разума, чтобы постигать Слово Божие. И порой наш разум, наш собственный рассудок заводит нас в тупик. Потому что мы, может быть, имеем какие-то стереотипы. Возможно, когда-то мы были научены как-то. В отношении Божьих заповедей, в отношении Божьей истины в Священном Писании у нас могли сформироваться определенные свои представления в рамках той христианской традиции, в которой мы выросли или с которой мы впервые столкнулись. Первые христиане, которые нам открывали Священное Писание, могли заложить в нас какие-то ложные, ошибочные идеи. И как же нам быть тогда, если наш разум уже находится под влиянием этих идей? И вот здесь возникает вопрос, знаете, потребность возникает такая в том, чтобы человек критически подходил к самому себе и к своим представлениям, к своему мнению в отношении разных вопросов. И чтобы снова и снова пересматривать свои взгляды, именно сообразуясь со Словом Божьим. И здесь этот вопрос на самом деле очень непростой, потому что люди, которые выросли в определенной традиции, у которых сформировались определенные стереотипные мнения, очень сложно этим людям избавиться от этих сложившихся, сформировавшихся представлений. И очень сложно бывает поменять свою точку зрения, свое мировоззрение, потому что это может быть связано со многими факторами, с личными взаимоотношениями с другими людьми, с определенной зоной комфорта, в которой человек находится в данный момент. Принять другую точку зрения, изменить свои доктринальные позиции. Порой может быть связано с необходимостью поменять, выйти за рамки своей зоны комфорта и поменять где-то и образ жизни. Где-то могут пострадать взаимоотношения с людьми, с которыми раньше ты был единомышленником, а теперь ты меняешь свою позицию. То есть, на самом деле для человека поменять свои религиозные представления в нашем мире бывает порой очень сложно. И поэтому я хочу, друзья, призвать вас и очень так вот призываю и самого себя всегда к тому, чтобы быть готовым, быть открытым к тому, что придет новый свет в мою жизнь и быть готовым изменить в чем-то точку зрения на какой-то вопрос, если это противоречит Слову Божьему. И изучать Слово Божье с открытым сердцем, с открытым взглядом, с готовностью узнать что-то новое. И в этом плане, конечно, люди, которые находятся в заблуждении Вавилона, особенно нуждаются в том, чтобы в их жизни наступило прозрение. Для этого им нужно открытое сердце, для этого им нужна смелость, когда они открывают Священное Писание, готовность к тому, чтобы изменить свою позицию по какому-то вопросу. Я хочу пожелать вам и себе, чтобы мы ходили с таким открытым сердцем, чтобы у нас были живые отношения с Богом. И чтобы наша совесть зависела только от Священного Писания и больше ни от чего. И когда мы беседуем с людьми и стараемся им открыть глаза на какие-то определенные истины, пусть Господь даст нам мудрости, чувство такта, терпения и огромной любви к этим людям, чтобы мы, не осуждая их, не критикуя их, могли бы с радостью и с надеждой делиться той вестью, той истиной, тем светом, который Господь доверил нам. Пусть Бог благословит нас в этом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам много света в Священном Писании, и мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас, быть открытыми для Твоего Слова и благословил нас, быть терпеливыми и мудрыми в общении с другими людьми, когда мы пытаемся делиться с ними тем светом, что Ты открыл нам. Благослови нас, просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что Вы изучаете Священное Писание, Трехангельскую Весть вместе с нами. Пусть Бог благословит Ваш сегодняшний день. И надеюсь, что увидимся с Вами завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok